Вторая книга царств. Глава вторая. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галатского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иовиса Галатского сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галадом, и Ашуром, и Израелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которой Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было семь лет и шесть месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказала Венир и Аву, пусть встанут, юноши, и поиграют перед нами. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали и пошли числом двенадцать вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хат-Цурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильские был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это, Асаил? Тот сказал, я. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение. Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему. Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовал Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались винья-метяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал, «Вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горестные, и доколе ты не скажешь людям, чтоб они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали боли израильтян. Сражение прекратилось. «Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили Вениамитян и людей Авенировых, пало их триста шестьдесят человек, и взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон.